Всем привет! Еще раз специально одела платье, чтобы никого не смущать, потому что мне там уже начали писать куча комментариев, что якобы я чуть ли не голая снималась, хотя на улице лето-жара, я была в топике и в шортах. Ну да ладно, если кому-то не нравится, буду я в платье. Так что сейчас мы переходим в отделение и я буду показывать все вещи, которые Кира носит и которые я бы хотела, чтобы она уже не носила. Буду все это делать без нее, поэтому надеюсь, что я сделаю правильный выбор. Но прежде чем вообще что-то начать, нужно сначала все это достать. Ребята, это все штаны. Это все какие-то футболки. Штаны. В общем, я сейчас тут сделаю настоящий апгрейд. Еще какие-то футболки. Платежку нашла. Положу, потом уберу. Еще штаны. Еще пижамы. Это бурдон. И еще, короче, куча-куча всего. Ну, первым делом я начну, наверное, с вот этого вот платьичка. Ребята, я думаю, что... Я не думаю, я знаю, что она Кирюшка, она уже маленькая, поэтому, скорее всего, это платьичко я отдам. Не знаю, кому она подойдет, но она безумно-безумно классная. Посмотрите, какое красивое. К этому платью вот такая вот кофточка-балерошечка. Вот. И к этому платью еще идет шлейф. Ну, я думаю, что если вы смотрите наши каналы, то вы знаете, что к этому платьичку еще идет вот такой вот шикарный шлейф. Он пристегивается сзади к платью. Вот. Все. Значит, это я все откладываю. И это... Другое место куда-то надо. А куда его откладывать? Буду откладывать сюда. Сейчас я вас немножко опущу. Чтобы вам было получше видно. Так. Следующее. Еще у Киры есть вот такое вот платье. Но сейчас в нем ходить жарко. Мы его вообще покупали в школу ходить. Так что я его откладываю, типа, как будто бы для школьных вещей. Терафун. Есть. Также у Киры есть вот такая юбка. Но я ее, скорее всего, тоже отложу. Я потом спрошу у Киры. Я думала, что вряд ли она ее будет носить. Посмотрите. Она здесь вот с таким вот подъюбничком. И на этом подъюбничке нарисованы смайлики, сердечки. В общем, разные прикольчики. Терафун! Вот. Поэтому эту юбочку я тоже отложу. Возможно, я ее отдам. Я просто знаю, что Кира давно его уже не носила. Юбку. Терафун! Невозможно, Стера. Ребята, ну реально невозможно. Я не знаю, что мне делать. Фу, я тебе сказала. Иди на место. Не знаю, куда деть вещи. Сейчас я, наверное, возьму какой-то пакет и буду туда складывать. Потому что с собакой нереально. Я буду вот сюда вот складывать то, что я бы хотела отдаст. Уйди, пожалуйста. Так. Также у нас есть вот такая вот школьная юбочка. Мне почему-то окажется, что она уже будет на Киру коротковата. Поэтому я тоже ее откладываю. Есть у Киры вот такое платье. Но это платье вообще мое. Вот. Но его уже спокойно одевает Кира. И я думаю, что осенью она будет его носить. Я, честно говоря, его много раз хотела уже утилизировать из своего отделения. Но оно перешло в Кирино отделение. Поэтому тоже пока складываем. О, у него что-то чешется. Есть вот такая юбка черная. Тоже как бы она считается школьная. Но Кира ее вот вчера даже одевала. И говорит, мама, мне так нравится. Ну окей. В общем, вот такая вот юбочка пышненькая. Оставляем. Что тут еще? Так, это у нас вообще для моря. Так что я одну косточку оставлю. Поедем на море. И Кирюшка будет ее там носить, чтобы не загорать. Может быть, я сейчас купальник где-то здесь найду. Так, тоже пока откладываем. Что тут у нас есть еще? Еще, ребята, есть вот такой сарафан. Этот я тоже покупала в прошлом году для себя. Да, но, к сожалению, он после стирки сел. И я его отдала Кире. Ей тоже очень прикольно и круто. Но уж говорю, такие вещи лежат, но она просто их не носит. Поэтому, не знаю, может быть, опять же таки в школу будет его носить. Кладу пока к школьникам. Вот это рубашка. Но уже много-много раз хотела от нее избавиться, но Кира не дает. Поэтому так и быть. Рубашки я отложу к рубашкам. Вот эти штаны. Это мы покупали в Заре. Очень классные штанишки. Но Кира сейчас говорит, я не хочу их носить. Они типа мне короткие. Хотя я говорю, Кира, они реально на тебя сейчас классные. Но нет. Она говорит, короткие. В общем, я их одевала там 3-4 раза. И я их кладу отдельно в пакет. Также у нас есть вот такой комбинезончик. Тоже обалденный, летний, классный. Но тоже, опять же таки, Кира говорит, что он короткий. Отдаем. Хотя для меня так он идеальный. Вот просто идеальный. У нее что-то в этом году ходить в одних джинсах хочется ей. И больше ни в чем. Так, это футболка. Ну, это обычная футболка пижамная. Я, знаете, как футболки обычные, которые ей уже не нравятся. Мы их оставляем для пижамных вещей. Поэтому я его оставляю тоже как для пижамки. Будет в самый раз. Это моя кофточка. Как вы знаете, тоже я ее покупала себе. Но, опять же таки, почему-то после стирки некоторые вещи у меня садятся. И получается, что они на меня становятся маленькие. Вот. Я ее покупала под свою юбку, кстати, джинсовую. Вот. Но она стала короткая и в рукавах, и в плечах. И я ее отдала Кире. Кире она отлично. Так, тоже ее кладу. Ха. Футболком с длинным рукавом. Что у нас тут еще есть? Это у нас тоже пижама. Вот. Просто пижамка. Пижамки к пижамкам. Надо, кстати, и пижамы перебрать, потому что их очень много. А носится очень мало. Это пижама новогодняя вообще. Я думаю, что когда у Киры будет уже нормальный, вернее, будет зима, эта пижама для нее будет маленькая. Поэтому я ее тоже убираю. И штанишки пижамные. Я думаю, что к тому времени Кира подрастет и уже все станет маленько. Потому что сейчас мы большие вещи, ну, такие, большие, сказала, вещи с длинным рукавом не носим. Очень жарко. Это моя кофточка. Тоже моя кофточка с моей пижамы, но ее любит носить Кира. Просто маечка такая. Она любит ее тоже носить, и она в ней спит. Окей, оставляем. Следующая. Футболочка. Это уже пошли футболки просто. Просто обычная желтая футболка. У меня ничего не глаженное в отделении, я могу сразу сказать. Потому что я все глажу перед тем, как одевать. Да, Снег, да. Да, ты тут вот как раз то, что ты нужен. Это и Кирина вообще любимая футболка. Хотя я ее не очень люблю. Но, ладно, я ее оставлю. Давай, я посмотрю, когда она ее будет одевать. Сарафан, который Кира себе купила в H&M. Очень сильно его хотела. Одела два раза и носит джинсы. Снег, я тебя не буду брать на руки и никуда не буду с тобой сейчас идти. Куда же мне этот сарафан был? Сарафан с сарафаном положил. Что здесь у нас еще? Это просто белая футболочка. Просто белая футболка. Иногда белые футболки просто тоже очень нужны. Вот как раз их хорошо носить под сарафаной, которые у нее есть. Следующая ее черненькая футболка, которую она недавно купила. Это с ромашками. Ну, еще достаточно много вещей. У нее в стирке лежит. Так, есть. Это ее черная футболка. Даже не знаю. А, это когда-то мы для танцев покупали. Нужна была черная футболка. Но Кира ее тоже периодически носит. Вот такая вот прикольная. Так, откладываем. Тоже гладем. Столько черных футбола. Но мне больше всего вот эта нравится. Она была обычная синяя, просто обычная синяя футболочка была. И Кира ее изменила в доместостей. Посмотрите. Правда, какая она стала прикольная. О, сейчас я ее выверну. Я показываю не ту сторону. Вот. Смотрите, какая прикольная. Просто стала обалденная. Я ее на самом деле обожаю. Эту футболку. И сзади тоже такой принт прикольный. Круто. В общем, вещи в доместостей можно изменять. И не бояться, что с ними будет что-то не так. Следующее. Это у нас ночнушечка. Не знаю, что мне делать с ночнушкой. Не знаю, что с ним делать. Оставит, не оставит. Оставлю, наверное, пока еще ночнушка. Ночнушечка еще нормальная. Вот это все в пижаме. Еще есть... Боже, я так смотрю, у Киры вообще практически нету летних вещей. Сейчас вот такая вот кофта. Это Кира Сипа сама покупала. Это все кофты с длинным рукавом. Слыхла до сюда. Есть вот такая футболочка. Не знаю, что она их не носит. Вот она все лежит, а она их не носит. Хоть половина вещей полки дала. Так. Пижамы. Футболки есть. Что здесь у нас? Это вообще футболка. Кира сама ее рисовала, вышивала. В общем, вот такая вот футболка. Это она себе делала, типа, пижаму на футболку. Сама писала на нее. Ладно, так и быть. Оставлю. Тоже для пижамы. Опять черная. Боже, у Киры столько черных вещей. А где же все белые? Я что-то не могу понять. Потом еще есть вот такая вот черненькая, красивая. Мы ее тоже в школу носим. Классная. Мне нравится. Я ее кладу для школьных вещей. В общем, все школьные вещи где-то там далеко. Так, наконец-то я нашла белую футболку. Это белая футболочка. Тоже Кира себе недавно покупала. Почему они такие большие? Да, они все, в принципе, на меня. Размер XS. Но Кира любит, чтобы сейчас все было оверсайз. И еще есть футболка. Еще есть вот такая вот тоже миленькая розовенькая футболочка. Но почему-то Кира ее уже миллион лет не носит. Долго она и не носит, поэтому я, скорее всего, ее отдаю. Я давно уже не видела, чтобы она ее одевала. Поэтому пусть лучше полежит в другом месте. И еще одна беленькая кофточка из той же серии. Такая сжатая. Вот такая вот есть тоже у Тири. Вещи такие никогда не поглаживали. Они такие некрасивые. Но я же говорю, я вещи не глажу. Джинсы Кирины, кстати, спрашивали, где я их покупала. Эти джинсы мы покупали в Заре. По-моему, там сейчас таких моделей уже нет. Это штаны. Покупали мы в Першке. У меня точно такие же штаны, только бежевого цвета. И пошло куча лосин, ребята. Раз лосины. Я вам покажу вот так. Раз лосины. Два лосины. Капец. Три лосины. Это все. Четыре. Пять. Шесть. Семь и восемь. Восемь пар лосин. И одни шорты. Не, шорты две пары. Еще вторые шорты, по-моему, в... На балконе сейчас покажу. Да, ребята, они на балконе, но они... Там, маечка. Они на балконе, но они еще не высохли. Там еще четыре футболки и две пары шорт висит. Все. Посмотрите, я, в принципе, все убрала и получилось практически, практически... Да не практически, вообще вещей у Киры нету. Теперь я вам покажу, какие у меня есть регланы. Может быть, из регланов... Таня, из регланов сто процентов. Тут надо будет половину. Боже, регланов тут... Можно магазин открывать регланный. Реально можно открывать регланный магазин. Я в шоке. Я просто в шоке. Это мой спортивный гостюм. Свитер. Так, ну вот этот свитер. Этот свитер я сразу же утилизирую, чтобы Кира даже и не знала. Это мой свитер. Он мне не нравится. Этот свитер, ну такой, более-менее, но мне кажется, что тоже немножко не то. Ну, я его оставлю, он более-менее, более-более-менее. Ну что? Кира хотела себе очень сильно вот эту вот курточку. Просто плакала, мама, купи, пожалуйста. Она полностью прозрачная, она такая прикольная. Но я ей предупреждала, что Кира, в ней будет жарко. Только она и есть, она реально память. Ну, мы оставим. Положу ее сюда на видное место, может быть, она будет носить. Есть вот такой вот, такая кофточка с рукавами открытыми. Но она тоже уже маленькая, поэтому мы ее откладываем. Самый любимый реглан, который нравится и мне. Обалденный реглан Кироль Лев. Просто обалденный. Я его обожаю. Это мой. Свои вещи я не показываю, потому что это мои вещи. У нас просто регланы лежат все в одном. Шкаф, как оказался, у нас маленький. Есть вот такая кофточка, но она тоже уже маловато на Кирю. Я ее тоже отдаю. Вот, избавлюсь от половины вещей и будет круто. Вот этот вот регланчик тоже я отдаю. Потому что он тоже уже на Кирюшку маловат. Но мне тоже очень нравится. Он прикольный. Я думала, честно говоря, что вещей будет реально летних очень много. Оказалось, что летних вещей практически и нет. Вот эту кофточку я тоже отдам. Не знаю, если ее кто-то заберет, то заберет. Если нет, то выброшу. Но она очень тоже прикольная. Кирин, любимый, тоже один из любимых. С некой день. Из любимых ее регланов. Это реглан Харли Квинн. Вот такой прикольный. Покупали мы его в Берщике. Как раз после выхода фильма Харли Квинн появился этот реглан. Не хочу с ним с тобой разговаривать. Нет. Вот такой вот свитерочек есть еще. Тоже я его отдам. Там люди посмотрят, если им понравится, они будут носить. Если не понравится, то не будут носить. Еще очень прикольный регланчик есть с чем, с чем, с чем. Скажите мне, и я скажу. С Микки Маусами. Вот такой вот. Тоже обалденный. Тоже все откладывало. Там будем смотреть. Так, один пакет уже готов. Еще один реглан розовый. Но, наверное, я его еще оставлю. Ну что, он мне само нравится. Но вот Кира что-то перестала носить яркие такие цвета. Мне очень нравится. Кстати, я хочу сразу вам сказать, там под последним видео кричали, что Кира избивает кота. Ребята, он так сильно кусается. Он так сильно кидается, что, поверьте, его никто не избивает. Его просто отпихивают. Потому что если ему говоришь, хорошо, снежочек, отойди, он кусается. Вот он берет, сейчас меня кусает за ноги. Знаете, как это больно. Так, вот еще такой регланчик. В общем, я его вон показала. И еще есть вот такой вот прикольный. Здесь очень классные рукава. Они здесь открыты. Вот смотрите. Видите, рукава здесь открыты. Но он тоже уже маловат. Поэтому я его тоже убираю. Это еще не все. О, видите, наступило снегу на хвост. Это еще не все. Еще вот такое платье. Я его тоже убираю. Потому что здесь уже рукава просто Кира... Они были три четверти, а стали вообще полохать. Свитерочек. Он прикольный. Он будет как раз для школы. Классный свитер. Снег, отстань. Это платье, которое Кира мне не давала несколько раз его выкинуть. Но все-таки уже все. Потому что, я же говорю, она вот не дает вещи выбросить. А потом приходит время, и ты понимаешь, что эти вещи уже просто короткие. Короткие. Вот такое платье. Вот такое платье. Платье. Оно теплое очень. Но мы его тоже убираем. И, наверное, вот этот реглан я тоже уже убираю. Это тоже реглан с Микки Маусом. Потому что он тоже уже... На Киру маловат. Ну, может и не маловат, но она уже такое не носит, потому что она уже любит вещи оверсайз. Вот такой вот регланчик. Я его тоже убираю. И что еще? И еще, конечно же, Фрэнс. У нас Кира два одинаковых таких вот регланов Фрэнс. Боже мой, так у меня стало сразу же места больше. Все готово. Вот вы и посмотрели. Фу, жарко очень. Кирюшкин гардероб. Огромный-огромный пакет. Сейчас еще возьму второй, потому что ничего не помещается. И сейчас я посмотрю еще, ребята, знаете что? Курточки. Все-таки какие у нас еще есть курточки? Не, куртки, наверное, все у Киры есть. Ладно, куртки потом. Если вдруг захотите, я вам еще покажу, какие есть куртки. Потому что курток реально тоже очень много. Просто безумно много у Киры курток. Все. Всем спасибо. Пишите, что вам понравилось. Пишите, что не понравилось. Уверена, многие будут писать, что не понравилось. То, что вещи мятые. Но я, как уже сказала, я вещи в отделении не глажу. Почему? Потому что там вечно вот такое вот. И даже если я их поглажу, то делать двойную работу. Потом такое произошло. Вещи все скомкались. Убираешь, и они все равно превращаются в нечто непонятное. Шкаф маленький. Я бы раньше хотела все повесить. Но так как шкаф маленький, то у меня ничего из этого не выходит. Спасибо. Лайк. Лайк. Колокольчик. Подписочка. И ваши комментарии. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok